Выездное заседание началось с экскурсии по наркологическому отделению, в ходе которой члены комиссии воочию познакомились с деятельностью учреждения, условиями пребывания пациентов посетили кабинет медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и кабинет для индивидуальной и групповой терапии. Также смогли оценить проведенные здесь ремонтные работы. Это очень здорово, что у нас столько средств пришло и возможность появилась, чтобы создать условия даже для всех категорий. Конечно, впечатление очень хорошее. После экскурсии члены комиссии приступили к рассмотрению вопросов, стоящих на повестке дня. О работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рассказал заместитель начальника МОМВД Уваровский Алексей Гусев, который также сообщил, что на сегодняшний день служба наркоконтроля перешла в ведомство МВД. И теперь координировать это направление будет местное отделение полиции. В ходе заседания «Большое внимание» было уделено активизации работы по вовлечению подростков группы риска и неорганизованных детей в мероприятие антинаркотической направленности, приобщению их к здоровому образу жизни. Для этого в городе созданы все необходимые условия. Даже на базе лицея уже создан спортивный клуб, который объединяет различные спортивные секции. И уже видны результаты этого клуба, работы этого клуба. То есть увлеченность детей расширилась у нас секция настольного тенниса. Лицей приобрел пять новых столов для того, чтобы проводить занятия. Мы в течение летнего периода с помощью тренеров, преподавателей, детских девушек, спортивной школы, мы стараемся организовать летний досуг подобных детей, вовлекаемых в спортивные мероприятия, такие как дворовые соревнования, проводим по футболу, по настольному теннису, также по волейболу, по соревнованиям по подтягиванию на турниках. На сегодняшний день на территории города действуют 97 спортивных площадок, готовых к приему детей. Помимо образовательных учреждений, где охват детей группы риска дополнительным образованием составляет более 95%, активная работа в данном направлении ведется в спортивных школах, Ледовом дворце спорта «Сокол», Молодежном театре «Луна». Кроме того, к работе с детьми в качестве шефства решено привлечь представителей общественных организаций города. В ходе заседания было отмечено, что вовлечение организованной и в особенности неорганизованной молодежи в спорт, творчество и культурно-массовые мероприятия позволит уберечь их от опасных и вредных привычек. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова. Для рубрики «В рамках закона».